Ну, пока мы небольшие технические вопросы решаем. Добрый день. Спасибо большое за тем, кто присоединился к нашему круглому столу. Все-таки хотелось бы, чтобы это вот в полноценном режиме. Спасибо большое нашим коллегам из технической поддержки. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем сегодня наш круглый стол. Я надеюсь, нас все видят, слышат. Добрый день присоединившимся. Круглый стол в единственном возможном сегодня формате. В видеоконференц-связи. Называется он сегодня «Ивент в огне. Антикризисные меры для рынка и вентуза индустрии в период карантина и после него». Я представлюсь, кто меня не знает, меня зовут Сергей Сильванов. Я являюсь директором департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Напомню, что сегодняшний круглый стол проходит в рамках проекта «Ивент-терапия», организованном Евразийским ивент-форумом при поддержке компании «Вентишес». Хочу от лица организаторов также поблагодарить партнеров проекта, компанию «Таймпэт». На текущий момент в нашем мероприятии онлайн принимают участие 83 человека. Хотел бы представить наших сегодняшних спикеров. Это Елена Ублиева, исполнительный директор Российского Союза выставок и ярмарок. Елена, здравствуйте. Алексей Калачев, директор ассоциации «Национальное конгресс-бюро». Алексей, добрый день. Андрей Таряник, член правления Национальной ассоциации организаторов мероприятий, генеральный директор IQ Pro. Ирина Михалькова, исполнительный директор ассоциации бизнес-туризма. Екатерина Коляда, член правления ассоциации корпоративных медиадиректоров. Дарья Островская, член правления Национального конгресс-бюро, генеральный директор ВНИЦ РНС. Александр Мальцев, генеральный директор БИЭН Раша. Ольган Алис, генеральный директор компании Мессы Франкфурт Рус. И Дмитрий Кикеев, руководитель проектов «Ивент Прорыв». Дорогие коллеги, хотел бы несколько водных слов сказать. В рамках нашего сегодняшнего мероприятия мы обсудим вопросы, которые волнуют все ивент-сообщество. Мы оказались практически не готовы к текущей ситуации. Об этом говорят все участники рынка. Данная проблематика активно обсуждается в новостных лентах, в соцсетях, в тех онлайн-конференциях, которые коллеги сейчас проводят. Повторяться мы не будем, но хотелось бы от себя сказать, что отрасль, конечно же, мы все знаем об этом, пережила уже несколько кризисов, но таких запретов, как сегодня на проведение мероприятий, никогда не было. Вот еще буквально вчера мы готовили наш сегодняшний круглый стол в одних условиях, в одних реалиях, но после 17.00 вчера они стали немного скорректированными. Цель нашего круглого стола – обсудить то, как мы будем выходить из текущей ситуации, какие меры предприняли ведущие отраслевые ассоциации и союзы на данный момент, и узнаем, как обстоит ситуация за рубежом и в регионах России. Но самое главное – планируется обсудить, какой будет наша отрасль после карантина, и как должны компании адаптироваться к новому будущему уже сейчас. Уважаемые наши спикеры, хотел бы напомнить вам о регламенте. Продолжительность сегодняшнего мероприятия – 2 часа. Я бы хотел вас ограничить 7 минутами для ваших выступлений. Хотелось бы все-таки, чтобы мы сегодня из мероприятия выжили максимум, и оно носило формат общения, обмен мнениями для того, чтобы максимально было интересно нашей сегодняшней аудитории. И, уважаемые коллеги, кто является нашими сегодняшними зрителями, я бы хотел вам напомнить о том, что в приложении Event Live вы можете в чате задавать нам вопросы, и в завершении нашего мероприятия мы уделим 20-25 минут для того, чтобы ответить на наиболее популярные из них. Сейчас я бы хотел слово передать Дарье Островской. Дарья, начнем со статистики. Скажите, пожалуйста, я знаю, что в НИЦ РНС Ассоциация Национального конгресс-бюро в последнее время провела опрос отрасли. Какие прогнозы на будущее у тех коллег, кто принял участие в опросе, и на ваше мнение? Да, добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада приветствовать всех в режиме онлайн. Мы действительно провели такое исследование, провели его совместно не только с Национальным конгресс-бюро, но и с Российским союзом выставок и ярмарок, и с Союзом выставочных застройщиков при поддержке НАОМ, при поддержке АКМР. В общем-то, задавали разные вопросы относительно, было несколько вопросов заданных компаниям отрасли относительно того, какие у них прогнозы и перспективы, как оценивают ситуацию, какой ущерб. Наверное, подводя итоги, хотелось бы сосредоточиться на трех сценариях, которые мы предложили рассмотреть компаниям. Хочу отметить, что в всего вопросе приняло участие 245 компаний, что достаточно большой показатель для нашей отрасли. Мы предложили компаниям рассмотреть три возможных сценария развития событий. Первый сценарий, собственно говоря, тот сценарий, который у нас происходит сейчас, это запрет на проведение мероприятий до конца апреля. Второй сценарий был, это продление этого запрета до конца июня. И третий сценарий, что будет, если такая ситуация сохранится, очень надеемся, что это самый маловероятный сценарий, до конца года. Так вот, по оценке участников этого исследования, в случае первого сценария, если вот тот сценарий, который мы имеем на данный момент, большинство компаний, 77% сказали, что они будут вынуждены сократить рабочие места, это примерно на 10%. При этом большая часть компаний выразила готовность сохранять заработную плату с небольшими какими-то уменьшениями в пределах 50%. И в этом случае ущерб для компаний-отрасли можно было бы оценить в районе 40 миллиардов рублей. При этом мы параллельно с этим исследованием мы посчитали еще общий объем отрасли, который у нас есть официально, по официальным данным, по данным, которые представлены в АКВЭД. И сумма, которая у нас была в 2018 году, общий объем отрасли можно оценить в 160 миллиардов рублей. То есть, в принципе, мы теряем порядка 40% уже в текущей ситуации, когда у нас мероприятия отменены до конца апреля. По второму сценарию развития событий, и, на мой взгляд, он все-таки более реалистичен, и с учетом того, что у нас апрель объявлен выходными днями, фактически, я, на мой взгляд, все-таки сценарий второй – это то, что мы сейчас уже имеем в отрасли, и к чему мы подойдем к маю. 39% опрошенных сказали, что они будут стараться, опять же, сохранить рабочие места. 31% опрошенных при этом сказали, что, скорее всего, им придется сократить количество сотрудников на одну треть, на 30%. Больше половины выразили уверенность в том, что им придется сокращать зарплату также на одну треть. И в этом случае ущерб, который мы оцениваем для отрасли, это порядка 50 миллиардов рублей. Повторюсь, что мое личное мнение, что все-таки этот сценарий на данный момент наиболее близок к тому, куда движется наша отрасль, с учетом тех ситуаций, которые имеем сейчас. Ну и вариант, когда у нас третий сценарий развития событий, когда у нас все мероприятия отменяются до конца года, он, конечно, наиболее печальный. К сожалению, в этом случае убытки отрасли составят порядка 80 миллиардов рублей. С сокращением отрасли будет порядка 50% рабочих сотрудников компании останутся без рабочих мест. И при этом важно отметить, что уже на этапе, когда мы говорим о том, что мероприятия запрещены до конца апреля, уже на этом этапе порядка 8% компаний, запрошенных нами, заявили, что рассматривают для себя закрытие бизнеса и банкротства компаний как наиболее перспективный вариант, к сожалению. Спасибо большое, Дарья. Да, но вот на самом деле та угроза социального характера, которая, к сожалению, и этот вирус, и те ограничительные меры, которые мы сейчас, к сожалению, имеем, она, наверное, наиболее большая для рынка, и для рынка не только ивент-индустрии, но здесь в чем специфика, мы прекрасно понимаем, что те кадры, которые сейчас высоко квалифицированы и задействованы в отрасли, они не готовятся, не готовятся ни в одном так целенаправленно профессиональном учебном заведении, поэтому одна из задач, главное выжить, одна из задач, это, конечно же, сохранить персонал, и на это направлены, наверное, те основные усилия сейчас отраслевых ассоциаций при формировании предложений по мерам поддержки отрасли, которые в настоящее время направляются в правительство, в профильные федеральные органы исполнительной власти. Торгово-промышленная палата также в этом активно участвует, формулирует, уже второй пакет на этой неделе направлен предложений по поддержке бизнеса всех отраслей промышленности и экономики. Но я бы сейчас хотел задать вопрос Елене Ублиевой, исполнительному директору Российского союза выставок ярмарок. Елена, мы знаем, что еще 25 марта усилиями сообщества профессионального конгрессно-выставочная деятельность включена в перечень наиболее пострадавших от тех ограничительных мер, которые предпринимаются для борьбы с коронавирусом. Скажите, пожалуйста, что в настоящее время, в первую очередь, Союз выставок ярмарок, другие профессиональные ассоциации предпринимают для той поддержки отрасли, которая в том числе это кадры, персонал. Елена. Добрый день, коллеги. Да, действительно, мне кажется о том, что роль сообщества и роль организаторов и союзов, которые сейчас непосредственно здесь участвуют, она сейчас очень велика. Дело все в том, что, конечно, мы должны лоббировать интересы наших участников и высказывать ту точку зрения, которую мы можем транслировать и в федеральные органы исполнительной власти, и в правительство Российской Федерации, и мы этим занимаемся. Если мы говорим о том, что произошло, то на самом деле конгрессно-выставочную отрасль это все даже чуть раньше затронуло, потому что мы знаем, что первое, что было отменено, это Сочинский форум. И именно тогда первые убытки посчитала у нас ассоциация Союза застройщиков, которая уже в тот момент оказалась, к сожалению, в очень сложной ситуации, потому что, к сожалению, все понесли реальные убытки, и мы тогда поняли о том, что это начало, начало очень серьезного кризисного этапа для нашей отрасли. Действительно, Российский союз выставок и ярмарок совместно с ассоциацией Национальное конгресс-бюро, с Союзом застройщиков, с Национальной ассоциацией организаторов мероприятий, с КМР, мы из деловой России при огромной поддержке, и Сергей, я хотела сказать огромное спасибо вам, потому что, на самом деле, торгово-промышленная палата очень много сейчас делает для того, чтобы помочь нашей отрасли и лоббирует интересы как бы тех высказываний, которые мы обращаем именно в правительство Российской Федерации, мы направили письмо на имя Мишустина, значит, с первым пакетом мер, который нам казалось, что тогда он будет актуальным. Действительно, ситуация меняется очень-очень быстро, и, как вы правильно заметили, после... ...направленное письмо наших курирующих ФАИФ, так скажем, да, Минпромторг, но мы столкнулись с еще одной большой проблемой. Дело все в том, что сейчас конгрессно-выставочная отрасль, она вошла в список поддерживаемых мероприятий 22 отраслей, которые пострадали больше всего в первую очередь, но она вскрыла и проблемы нашей отрасли. Как раз тот большой пласт работы, который мы с вами наметили в плановом режиме по закону нашей деятельности, он сейчас, конечно же, нам очень-очень необходим, и я всех призываю, пока у нас есть, конечно, возможность. Понятно, что работы сейчас в ассоциации очень много, но мне кажется, что как нельзя наступил тот момент, когда мы должны прописать этот закон. Почему? Потому что, например, Дарья Аркадьевна приводила сейчас данное исследование, мы тоже сделали отраслевой срез по отрасли, отраслевой срез того, что происходит. Если мы рассказываем и говорим о, например, членах РСВЯ, то по основному коду АКВЭД 8230 у нас существует всего 42, 48, простите, процентов компаний. Если мы берем всех подписантов, которые подписали меморандумы, которые участвовали в формировании комплекса мер, то у нас получается 8230, он еще у меньшего количества организаций. Соответственно, коллеги, я понимаю о том, что этот вопрос, который вот сейчас, если мы говорим о том, что нужно сделать для отрасли, нам с вами нужно на самом деле эту отрасль внести как отрасль, да, потому что мы понимаем о том, что на сегодняшний момент конгрессно-выставочная деятельность, она намного шире, она включает в себя организаторов мероприятий, маркетинговые компании и те, кто являются застройщиками. К сожалению, сейчас весь тот хаос, который встретился с АКВЭДами, он нам показывает о том, что это большая-большая проблема. Что еще мы делаем? Российский Союз на самом деле делает сейчас большую серию вебинаров, которые помогают коллегам сориентироваться и переориентироваться в пространстве. Мы, к сожалению, тоже идем по какому-то, наверное, такому, но не оптимистичному сценарию, потому что, судя по тому, какой календарь мы ведем, а мы ведем календарь отмененных мероприятий, мы ориентируемся так, что до сентября месяца на самом деле мы не ожидаем никаких мероприятий, которые могут проводиться в офлайн. Соответственно, на сегодняшний момент мы готовим комплекс мер и помогаем нашим участникам и членам в том, что мы их ориентируем в онлайн-платформах, на которых можно проводить сейчас поддержку и непосредственно самих по себе организаторов, и поддержку тех, кто участвует в выставках, и уже такой один вебинар он прошел, он прошел непосредственно в среду, по среду мы это проводим в 11 часов, я знаю, что подобные ресурсы сейчас запущены и на других порталах, например, экспо-мэп сейчас тоже вот ту же самую конференцию проводит, соответственно, мне кажется о том, что сейчас помимо того, что вот мы пытаемся помочь как ассоциации высоко поднять знамя, да, и с нашими мерами поддержки действительно пролоббировать интересы, помимо этого, мне кажется, перед нами стоит большая задача, которую мы с вами начали, да, это и все, что касается стандартах, и все, что касается закона, и самое главное сейчас помочь переориентироваться, переобучить и дать наполнительные скиллы нашим сотрудникам, нашим участникам, соответственно, мы сейчас поставили перед собой очень большой эту задачу и стараемся ее реализовать. Да, Лена, спасибо большое, тогда в дополнение к тому, как необходим нам закон, я говорю, из каждой ситуации это и китайские мудрецы, да, нужно максимально с большой пользой выжимать какие-то для себя преимущества, так вот, честно вам признаюсь, на той удаленной работе, к которой сейчас нахожусь, пишу одну из статей закона, честно вам признаюсь, про государственную координацию выставочной деятельности, поэтому спасибо вам большое, но действительно вы правильно озвучили, что отрасль, рынок выставок конгрессов, она этим не ограничена, и формулируя те меры в правительство в ответственные федеральные органы власти, мы, конечно же, пытаемся максимально здесь учесть интересы всех игроков данного рынка, и в этой связи я бы хотел сейчас обратиться к Алексею Кулачеву, директору Ассоциации Национальное конгресс-бюро, которая по решению правительства была создана в 2017 году, но на самом деле набрала очень большой ход, и вот в текущей ситуации, конечно же, правильно все говорят, никто не ожидал такого удара. Алексей, скажите, пожалуйста, вот в дополнение к тому, что сказала Елена, как отразится ситуация в регионах, в первую очередь, по продвижению России на международном рынке крупных мероприятий. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Сергей, спасибо большое за приглашение на сегодняшний вебинар. Действительно, с каждым днем и вообще события в последнее время очень стремительно развиваются, но, к счастью или к несчастью, в такой ужасной критической ситуации находятся практически весь мир и практически все отрасли экономики. Мы это прекрасно видим. Я сначала хотел, готовясь к сегодняшнему выступлению, хотел некоторые цифры, поделиться с вами некоторыми цифрами, но я думаю, что не буду вас ими утомлять, потому что вы и так все прекрасно знаете, понимаете масштаб критической ситуации, которая в последнее время, к сожалению, развивается. Знаете, я бы хотел перед тем, как ответить на вопрос Сергея, вернуться к теме сегодняшнего вебинара, «Ивент в огне». Во многом, конечно, это тоже провоцирует определенную панику, подобное название, формулировки. Я бы хотел всех, во-первых, призвать, чтобы мы сохраняли спокойствие и действовали разумно с точки зрения предпринимаемых мер и дальнейшего развития. А развитие в любом случае нам важно и необходимо. Как сказала уже Елена Ублиева, мы, не так давно объединившись со всеми ключевыми ассоциациями, которые представляют компании событийной сферы, событийной отрасли нашей страны, объединились для того, чтобы выработать те меры поддержки, которые необходимы на сегодняшний день, критично необходимы на сегодняшний день всем компаниям. Напомню, что это компании, которые заняты в событийной сфере, и они делятся на несколько направлений. Это выставочные компании, это организаторы деловых мероприятий, это в целом деловые мероприятия, и все, кто с этим связаны. Это организация ивент и корпоративных событий, и многие участники отрасли, которые выполняют смежные функции для организации событий в России. Это достаточно большой рынок, это достаточно большая отрасль. Но с чем мы столкнулись, когда кризис отразился на нашей деятельности, на деятельности этих компаний, связанные с отменой или переносом мероприятий? К сожалению, не получилось какой-то такой, знаете, экстренной реакции, помощи компаниям на первоначальном этапе. Поэтому объединение сегодня со всеми ассоциациями, я напомню, что все-таки основная миссия ассоциаций как раз и заключается в том, чтобы представлять интересы и лоббировать интересы тех компаний, которые входят в ассоциацию. Поэтому те письма, которые мы написали и которые вот сейчас на стадии подготовки, которые содержат конкретные предложения, конкретные меры, которые настолько важны сейчас компаниям, без которых они просто явно окажутся в очень сложной ситуации. Они сейчас уже находятся в критической ситуации. И понятно, что первоочередным шагом является принятие мер поддержки со стороны государства. Надеюсь, что нас там уже слышат и будут слышать и в дальнейшем для того, чтобы поддержать бизнес и дальнейшее развитие компаний. Но нужно сказать честно и открыто, что, скорее всего, если ситуация с кризисом, с экономическим, прежде всего, кризисом, будет стремительно развиваться и в дальнейшем, в ближайшей даже перспективе, наверное, мы можем ожидать, что некоторые игроки рынка просто не смогут остаться в строю. Это тоже, наверное, очевидный факт. Но нам на сегодняшний день, с моей точки зрения и с нашей точки зрения со стороны Национального конгресс-бюро, мы видим как минимум три необходимых шага. Первый, я уже сказал, и Елена об этом сказала, это меры поддержки со стороны государства. Это одно из самых важных на этом этапе, потому что это сможет поддержать бизнес и его дальнейшее развитие. Второе, это очень важно, нам представляется важным сохранение коллектива, коллективов всех компаний, которые представляем мы в лице ассоциаций. Это очень важно, потому что это опыт, это практика, это компетенции, которые очень-очень сложно восстанавливать, если сейчас все обнулить. И третье, кризис дает определенные возможности для того, чтобы развиваться, для того, чтобы совершенствоваться и получать новый опыт и новые знания. И я считаю, что мы должны также использовать эту возможность совместно с нашими компаниями. Ну, как минимум, Национальное конгресс-бюро уже сейчас формирует график диджитал-форматов на ближайший месяц, на ближайшее, точнее, время, для того, чтобы организовать различные кейс-сессии, различные обучающие мероприятия для того, чтобы сохранять потенцию на будущие периоды. Это очень важно. Алексей, спасибо большое. Что касается… Да, я еще могу говорить или у меня уже ограничено время? Да, если можно, вы еще будете во второй части нашего сегодняшнего экспертного мнения, поэтому, если можно, мы сейчас перейдем к другому. Но вы правильно сказали, ведь кризис, это даже, как сказал Джон Кеннеди, в переводе… Не в переводе, а пишется на китайских иероглифах двумя иероглифами, да, соответственно. Это первая опасность, а вторая – благоприятная возможность. Но, к сожалению, опять же, то, что вы правильно заметили, это фильтр будет, да, и мы понимаем, что, к сожалению, не все игроки в текущем кризисе смогут продержаться и выйти с сохранением своего дела. Я бы сейчас в дополнение хотел бы попросить члена правления Национальной ассоциации организаторов мероприятий, которая включает в себя очень большое количество членов Андрея Таряника, также сказать по тем мерам, которые предпринимает ассоциация для формулирования мер поддержки их отрасли. Коллеги, меня слышно? Да. Алло? Да, 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 мы вас слышим. Я вас всех приветствую. Дорогие друзья, с вашего позволения пару моих мыслей о том, что происходит. На самом деле ничего ужасного не происходит. Просто система, как это не страшно звучит, самоочищается. Сейчас вся экология приходит в норму. То же самое у нас будет. Этого не нужно бояться, об этом нужно говорить. То, что не все смогут выжить. Это правда. И что сейчас происходит? Происходит на ум встречи. Мы пытаемся конкуридировать наших членов и организовали горячую линию поддержки для того, чтобы оперативно решать все возникающие. Ну, или не решать даже, помогать решать возникающие вопросы с персоналом, с арендателями, вообще с будущим. И основная проблема, коллеги, стоит в том, что сейчас никто не понимает, что такое будущее. Вот мы говорим, рынок восстановится, содержать персонал. А для чего? Сейчас, знаете, что произошло? Будущее наступило слишком быстро. Мы все так ждали, оно пришло. И сейчас тот, кто первый расшифрует код будущего, тот и выиграет. И поэтому, конечно, мы в плотной связи со всеми членами ассоциации и пытаемся вместе с ними генерировать новое видение. Однозначно онлайн будет впереди сейчас. Уже очень многие компании выпускают свои онлайн-продукты для того, чтобы быть в КСД по МТФСЕЙ. Но я думаю, что оффлайн все равно вернется чуть позже, потому что будут некие гибридные схемы онлайн-проекты и оффлайн-проекты. Лёва. Да, Андрей, спасибо большое. Да, мы вас слышим, да. Спасибо большое. И на самом деле мы видим то общение, обсуждение, которое происходит внутри ассоциации благодаря тем цифровым технологиям, которые сейчас применяются. И благодарим за то, что вот сейчас все объединились для, опять же, формулирования. Хорошо, если, как вы говорите, это определенный фильтр для отрасли, то как минимум необходимо предпринимать какие-то шаги правительству по устойчивому дальнейшему развитию и сохранению, поэтому знаем, что... Коллеги, у меня к вам одно предложение. Пожалуйста, вот сейчас во всех ветках чатов все набирают на правительство. Давайте будем реалистичны. Мы не самая необходимая отрасль для страны. Мы должны придумать, как нам самим выживать. Ну, очевидно, потому что на 145 миллионов нужно помочь людям, а уже потом отрасли. Это мое мнение, оно ни с кем не согласовано, но просто мы все говорим там, вот нам плохо, да всем плохо. Ну, да, спасибо большое. Ваша точка зрения имеет право на жизнь, и в какой-то мере действительно она и, наверное, будет учитываться при формулировании тех конкретных мер, которые государство будет предпринимать на все обращения, потому что мы понимаем, вся экономика пострадала, и как она выйдет из текущей ситуации. Все экономики, все, не вся экономика, а все. Спасибо большое. На самом деле отрасль туризма, я бы сейчас хотел обратиться к Ирине Михальковой, исполнительному директору Ассоциации бизнес-туризма. Наверное, та, которая первой на себе ощутила тот удар, который коронавирус и меры по борьбе с ним принесли. Ирина, хотел бы вас попросить рассказать о, наверное, том обзоре рынка делового туризма, предпринимаемых мерах поддержки, которые благодаря вашей ассоциации сейчас применяются. Вот как вы видите выход из текущей ситуации, какие прогнозы у вас? Всем добрый день. Спасибо организаторам за приглашение. Я по поводу прогнозов хочу сказать следующее. Мы искренне считаем, что прогноз вообще делать слишком рано. Промежуточные итоги, может быть, даже в каком-то смысле подводить сейчас бессмысленно, потому что то, как ситуация развивается, на базе того, как ситуация развивается, можно, в принципе, сейчас сделать только три вывода. Первый, что да, все стремительно меняется. Второй, что мы вообще ничего не можем прогнозировать, прогнозировать, ну, прям по-честному. И третий, мы обязательно прорвемся. Вот я советую прямо эти выводы как бы сейчас записать. С точки зрения ассоциации, которая объединяет именно корпоративных заказчиков, вы, может быть, сейчас нам несколько польстили, сказали, что мы были одни из первых, которые стали принимать какие-то меры поддержки. Мы объединяем именно заказчиков услуг, да, мы объединяем корпоративных клиентов, которые заняты в индустрии, в организации командировок и деловых событий. Они представляют самые разные отрасли, и поэтому, наверное, в данной ситуации лоббирование их интересов, может быть, была бы не совсем уместной как бы истории. С точки зрения ассоциации мы видим свою задачу сейчас в том, чтобы держать вместе это комьюнити, что когда командировки и мероприятия вернутся, те самые поставщики услуг, в принципе, знали бы, куда они могут пойти для того, чтобы наладить связь с бывшими клиентами, либо, может быть, даже как бы найти новых. Да, мы сейчас все обрабатываем огромное количество цифр все, там, скажем, 6 марта все услышали, что вот 41% международных компаний по всему миру закрыли международные выезды. То есть на 6 марта 41% международных поездок. Потом, значит, мы услышали, что там 16 марта 80% международных компаний с офисами в Москве прекратили вообще все внешние очные встречи, да, с внешними контрагентами какими-то. Потом на базе всего этого появляется какая-то хорошая новость про то, что в Венецию возвращаются лебеди в каком-то смысле тоже деловые путешественники, такие, значит, чему-то улыбнулись. Потом, ба-бак, 65% отелей закрываются по России, да, и поэтому, повторюсь, объемы, прогнозы. Эта ситуация сейчас, наверное, неблагодарная. Мы поддерживаем связь с корпоративными заказчиками, и вот буквально 1 апреля услышали далеко не шуточные, как бы, далеко не шутки о том, что, естественно, как бы на апрель командировки отменены. Мы сейчас не говорим про сектор чрезвычайных поездок, как бы, да, который в любом случае путешествует, специальными транспортными средствами, но мы говорим про сектор бизнеса, международного, либо российского, у которого этих командировок действительно сейчас нет. Поэтому, повторюсь, мое абсолютно честное экспертное мнение, что все меняется, ничего не прогнозируем, и мы обязательно со всем как бы справимся. Я искренне верю, что нужно держать, конечно, руку на пульсе, и нам в помощь данные университета Джона Хопкинска, где есть и сухие цифры, и красочные, в общем-то, карты. При всем при этом мы тоже проводим вебинары. У нас вчера был один из вебинаров вместе с нашим партнером International OSS на тему ковида, его развития, средств профилактики. Так вот, на что бы я, наверное, сейчас хотела обратить внимание, потому что мы говорили про то, что это в том числе марафон, который должен как-то поддержать моральный дух участников, что когда перед нами выступал очень уважаемый доктор, очень занятой, они при этом нашли целый час на то, чтобы пообщаться с нашим аудиторией, там под 600 человек было. В общем-то, большая часть этой презентации и вебинара была посвящена тому, что руководители компаний, руководители подразделений в данный момент должны заняться тем, чтобы поддерживать морально-эмоциональный дух своих компаний, своих сотрудников. То есть об этом говорил медик. И как раз те рекомендации, которые прозвучали, я, наверное, в них увидела определенный, может быть, шифр и ключ к помощи и поддержке нашей отрасли, потому что то, что сейчас требуется делать руководителям, опять же, столкнувшись с удаленными командами, это с командами встречаться, это быть для них источником правдивой информации, это ставить своей команде цели, более того, следить за их физическим развитием, возможно, проводить там онлайн-тренировки, чтобы они были частью коллектива. И по факту все то, что сейчас звучит, это как бы то, что организаторы мероприятия делали на самом деле всегда. Это всегда был тимбилдинг, это всегда было цель и полагание. Мероприятия и командировки всегда были следствием для общения, для того, чтобы устанавливать доверительную атмосферу. И поэтому, если сейчас организатор мероприятий, ну, кто, допускаю, до этого еще не додумался, поможет компаниям, заказчикам корпоративным закрыть вот эту вот потребность, то я допускаю, что это может стать определенной как бы точкой развития. А более того, то, что прозвучало от врачей и докторов, уважаемых, это совпадает с исследованием, которое мы провели буквально на этой неделе. Исследование было, скажем так, не до конца серьезное, не самое масштабное, но 159 человек ответили. Но один из вопросов, на который мы попросили их ответить, был следующий. Вот давайте мы сейчас представим, что все, вирус закончился 1 июня, причем тотально, закончился просто по всему миру. Какое мероприятие вы проведете в первую очередь? У нас в топе ответов ответ про вечеринку, глупую, беспощадную, бессмысленную, очень веселую. Затем ответ, что это тимбилдинг, потому что нужно будет заново знакомить членов команды, особенно если в процессе изоляции этого никто не делал. И самый, наверное, утешительный, вообще факт этой истории, это то, что никто не сказал, что стопроцентно люди останутся в онлайне. Ну, то есть, как бы, ответ, мы остаемся в онлайне, спасибо за это кризис, он не выбрал ни один респондент. Поэтому, как бы, да, оффлайн обязательно вернется, это, как бы, очень классно. Страна ассоциации, то, что мы сделали, мы организовали, значит, там, ну, некий постерный фишмок тоже в соцсетях, когда попросили корпоративных заказчиков, ну, если у них есть, опять же, такая возможность, чтобы они написали, на самом деле, слова поддержки поставщикам услуг, и, как выяснилось, это нашло определенный отклик, потому что, как сказали сейчас уважаемые коллеги, определенные меры финансовые, наверное, не всегда возможны, но все мы знаем, что человек, у которого есть поддержка за печали моральные, у которого его нет, это два разных человека, и мы по-разному бываем эффективными. Более того, мы знаем, что, и мы рады про это сказать, да, что заказчики помогают не только словом, но и делом, они пытаются как раз вовлечь своих надежных поставщиков в какие-то проекты, которые переходят онлайн. Мне очень понравился кейс одной компании, которые ввели историю с видными вечеринками под руководством настоящего Севилье для своих клиентов, соответственно, как бы делая это через свое агентство, и доставку там сэмплов для дегустации, и там каких-то сетов, которые будут дополнять или иные как бы штуки. Один из серьезных моментов, который случился в индустрии, причем командировок, это западная манера, которая сейчас зашла на российский рынок, которая до этого очень слабой популярностью пользовалась. В отсутствии заказов, их, естественно, сейчас нет, там у 99% агентств, некоторые компании, корпоративные заказчики перешли с агентством на работу по так называемому менеджмент фи, да, это как бы так экспертная, ну, как бы консультационная оплата, да, в течение целого месяца, даже если агентство не обслуживает клиента, не бронирует отели, не бронирует, значит, там авиа, либо транспорт, они при этом получают определенную как бы сумму за то, что они являются экспертами, при необходимости могут оказать консультацию, то есть как бы ряд клиентов нашли со своими агентствами, TMC, вот такое вот средство существования, и я думаю, что это очень классная штука. Самое главное, что мы узнали, что действительно клиенты готовы своих поставщиков поддерживать, и более того, они очень часто переживают именно за тех менеджеров, которые им делают все ручками, да, то есть у нас в индустрии есть эмпатия, это очень классные чувства нашей индустрии, вот, а мы с своей стороны к ассоциации, ну, кроме того, что мы за моральный дух и верим, что слово доброе может сделать много, готовы всем предложить там свои информационные ресурсы, у нас тоже команда решила, что мы все остаемся на время кризиса, да, плюс мы будем вводить серию вебинаров, и вот то, что касается как раз командировок, если стандартно наша финансовая модель предполагала, что 97% наших финансовых потоков это поступление от поставщиков услуг, это поступление от отельеров, от авиакомпаний, да, они вкладываются в наши мероприятия для того, чтобы знакомиться с клиентами, сейчас мы как раз делаем доступ к вебинарам для поставщиков бесплатным, потому что мы прекрасно знаем, где они сейчас находятся, нет смысла это прямо вот называть вслух, и я считаю, что это очень ценно, потому что ряд наших программ, они действительно авторские, и раньше они были доступны только для корпоративных заказчиков в индустрии, которая касается управления командировок. Вот то, что мы хотим, то, что мы как бы готовы сделать, и несомненно, большой респект коллегам, которые пишут там, ну, письма в правительстве, повторюсь, у нас есть своя специфика, вот, но при этом мы как бы однозначно с вами. Спасибо большое. Я бы хотел сейчас немного перед тем, как передать слово следующему докладчику, обратить внимание на чат. Коллеги, ни в коем случае мы сегодня не говорим о том, как все плохо. Мы собрались для того, чтобы как раз основной посыл сегодняшнего нашего круглого стола обсудить, а что будет дальше, и какие шаги надо предпринимать, чтобы выйти из этого кризиса с какими-то планами на будущее. И что касается тех шагов, которые в том числе мы предпринимаем по обращению к правительству, они не носят пустой характер. Помогите нам, пожалуйста, дайте денег. Опять же, Андрею хотел сказать, что, Андрей, все экономики, раз уж тогда мира, они в настоящее время выделяют значительную часть своего валового внутреннего продукта на поддержку бизнеса, и в том числе конгрессно-выставочного. Я вот следующему докладчику нашему задам этот вопрос. Что касается наших инициатив, то мы с вами прекрасно понимаем, что те бюджеты, в том числе государственные, региональные, которые планировались на текущий год, в том числе продвижение товаров путем представления на выставках, они сейчас, не люблю это слово, не осваиваются, не используются. И мы рассчитываем, что с учетом наших инициатив, которые мы направляем в министерство, в правительство, мы планируем, чтобы они были перераспределены, они были использованы, в том числе на поддержку организаторов через организацию на наших внутренних отечественных мероприятиях каких-то выставок, бизнес-миссий. И в том числе помогли отрасли. Вот это один из тех шагов, которые мы предпринимаем, чтобы в том числе и федеральный бюджет в этом поучаствовал. А сейчас я бы хотел спросить... Я прошу прощения, а можно небольшую ремарку, если позволите? Да, конечно, конечно. У нас же формат позволяет, какие-то комментарии, да? Я просто практически с языка у меня сняли, а тоже в отношении того, что сказал Андрей, хотел бы высказать свою позицию. Я, если честно, не согласен с такой постановкой вопроса, что мы не приоритетная отрасль, компании, которые работают в событийной сфере, не приоритетная отрасль. А что является мерилом? Почему другие отрасли являются более приоритетными? Во всем мире это достаточно быстро развивающийся бизнес, быстро развивающиеся направления. В России по предварительным оценкам, если объединить выставки, деловые мероприятия, конгрессные мероприятия, корпоративный сектор, то это более 3% доли ВВП. И он стремительно растет, он, по крайней мере, рос до определенных событий. Поэтому я считаю, что здесь мы как раз должны лоббировать интересы всех компаний, отрасли. По крайней мере, тот кризис, который сейчас происходит, он выявил тоже ряд проблем. Ряд проблем связаны с тем, что нет какого-то конкретного куратора со стороны органов власти. Я имею в виду, в чьи функции были бы закреплены задачи по развитию и поддержке целой отрасли. Есть отдельные, да, у Минпромторга, у Минэка, но вот в целом нет. И поэтому только лишь объединение усилий ассоциаций позволило, я надеюсь, позволит добиться конкретных результатов с точки зрения конкретных мер поддержки. Поэтому, Андрей, я бы все-таки, если позволите, мыслил именно приоритетами нашей отрасли и компаний с точки зрения их защиты. Потому что они оказались сейчас в очень, ну, сложно сказать ситуации, это там политкорректно просто назвать это. Алексей, спасибо большое. Да, и вам еще будет возможность сказать свое мнение. Я бы хотел сейчас обратиться к Ойгану Алису, Ойган, генеральный директор компании Месси Франкфурт. На самом деле, знаю, что по слухам Германия в настоящее время в рамках мер поддержки планирует до 40% своего годового бюджета направить на поддержку бизнеса и каких-то социальных гарантий. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас понимание по опыту Европейского Союза, сопоставление с теми мерами, которые предпринимаются, планируются предприняться на российском рынке по поддержке отрасли? Поддержки отрасли. Спасибо. Сергей, громадное спасибо. Хотел бы, конечно, говорить, что я могу участвовать в этом вебинаре. Спасибо громадное. В данный момент очень трудно сказать, как именно будет реагировать именно одна или две страны в Европе на данную ситуацию или на этот кризис. Потому что ожидается все-таки более какое-то одно глобальное решение, более европейское решение. Об этом сейчас сегодня утром я читал много в газетах, что действительно собирается какое-то решение, что действительно будет не только одна страна поддерживаться, но и действительно более в дальнейшем и другие страны. Почему это важно? Потому что мы можем понять, что в данный момент все страны по-разному, конечно, задеты всей этой историей. Если посмотреть Италию, Испанию, они задеты гораздо сложнее и гораздо глубже. И, конечно, если посмотреть на ситуацию в их странах, то они сами по себе не смогут решить это. Поэтому здесь надо ожидать реально европейский подход. И в Брюсселе сегодня, я слышал, будет собираться опять же следующие решения, которые должны быть именно направлены на нашу отрасль. Именно отрасль-себесную отрасль, туристическую отрасль. Об этом сейчас идет разговор. Почему? Потому что мы не можем сказать, что наша отрасль одна и она сама по себе. Она, конечно, очень много имеет ассоциальных эффектов, связанных эффектов. И если взять тот же самый выставочный бизнес в Германии, то его нельзя считать как одна отрасль. Его надо считать совокупно с отраслями, мы понимаем, гостеприимства, передвижения, логистики, инфраструктуры и так далее. Поэтому я думаю, что это очень существенная отрасль. И говорить, что она где-то находится со стороны или рядом и не является одной из важных отраслей, это очень, я считаю, неправильно. Поэтому давайте посмотрим. Я могу сказать, что сингулярное, единственное решение, которое сейчас уже было принято только в Германии, это поддержки, быстрой поддержки именно туристической отрасли. Там действительно сейчас, почему? Потому что связано, конечно, в первую очередь, то, что никто никуда не может улететь, никуда не уехать, никуда не передвинуться. А это очень быстрый эффект, конечно, на эти компании или именно на их пионель. Получается, что в этом случае было принято решение, что здесь можно обратиться в определенные, скажем, в определенные, специально для этого были организованы именно на муниципальном уровне, организации, в определенные муниципальные органы, которые могут в этом случае помочь быстро и оперативно, чтобы могли оплачиваться дальше зарплатой. Спасибо большое, Ольган. Я бы хотел сейчас перейти ко второй части обсуждения. Она будет носить уже такую тему, как прогнозы развития отрасли после карантина. Обращаюсь к Екатерине Калиде, члену управления Ассоциацией корпоративных медиадиректоров. Екатерина, какие уроки отрасль должна извлечь из-за этого кризиса и какими должны стать компании. Помогите нам с ответом. Здравствуйте, коллеги. Рада вас всех видеть. И думаю, что в режиме, тем более непонятно, неопределенного будущего, когда у нас уже все закончится, нам надо будет встречаться, возможно, раз в неделю для того, чтобы мерить температуру и как-то друг друга поддерживать. А поскольку мы являемся людьми, которые дальше спредят информацию в свои сообщества, это очень важно, чтобы дальше эта информация распространялась и каким-то образом держать людей. Я хотела бы поддержать Андрея Таряников и вернуться к предыдущему, пока мы перейдем к прогнозам, к таковым после катастрофы, что будет. Конечно, нужно поддерживать людей максимально. Нужно выяснить, кто на каком уровне, у кого какой месячный, шестимесячный, есть запас для того, чтобы вовремя организовать поддержку, а также поговорить о том, куда люди могут перейти, потому что очень много смежных каких-то кроссов. У нас большое такое поле, надо сказать. Правильно Алексей сказал, что почему наша отрасль такая вроде бы неважная. На самом деле, если создать карту, то получается, что крупной корпорацией тоже является, и медиахолдинги, понимаете, являются частью этого выставочного бизнеса в том числе. Если взять Питерский экономический форум, то там и ТАСС, и Коммерсант, и так далее. У них у самих огромные мероприятия проходят, которые они же организуют, авторадио, не знаю, и так далее. То есть получается, что на самом деле весь бизнес здесь участвует. Если нарисовать такую карту, и в процентном отношении долей, то на самом деле вот это новое правительство, которое, допустим, может быть, мало представляет картину, из чего все это складывается, ну и не только правительство. Сделать это в инфографике, то на самом деле любой участник, даже самой маленькой структуры, может представить, куда он входит и что это за индустрия, и какие там смежные области. Потом, конечно, такой важный момент, если мы будем все понимать, кто есть кто и в регионах, и вот эту вот карту, то тогда мы будем знать, кому, если что, обратиться, на кого рассчитывать, потому что на самом деле мы сейчас работаем чисто по связям или по знаниям обращаемся к тому, кого знаем, а кого не знаем, того не знаем. Вот сейчас есть время такое, когда мы можем структурировать, представить, использовать также видеоканалы и другие каналы для того, чтобы представить в регионах, в городах конкретно основных игроков, кто с кем, в общем, провести такую ревизию, можно сказать, индустрии, и такими небольшими портретами люди могут представиться, они, ну как бы сказать, в конгромерате находятся, в этой структуре отрасли, о которой я говорю, ну и там подразделяются на разные, там, ну, знаю, отдельно транспорт, отдельно отели и так далее, то есть здесь можно, ну, собственно говоря, выявить, что нам не доставало, что нам не нравится, что нам нравится, куда развиваться. Здесь же выяснится, кто апологет и кто может менторить это дело, и практически, пока мы сидим здесь, мы можем начаться вот этой, ну, заняться этой ревизией, вытянуть друг друга, да, на какой-то иной уровень, на тот уровень, не хотела, где мы хотели, чтобы это было, да, то есть для того, чтобы, ой, извиняюсь, у меня тут собака, для того, чтобы нам всем выдержать и понять, что после катастрофы, да, нам надо решить, что мы хотим, чтобы было после катастрофы, нарисовать вот этот образ будущего и сказать, ну, вот здесь такие, здесь у нас куча белых пятен, нет закона, нет того, нет другого, и потом постараться этот корабль туда двинуть, потому что в противном случае, если мы будем, как Андрей говорит, там, сидеть и угадывать, или кто победит в бизнесе, угадает культурный код, тот и выиграл, остальные там лузеры, да, и они без денег, и вообще не знаем, остались ли в живых, то это, конечно, плохая ситуация, потому что, пока мы еще тут неделю или две, мы можем там рассчитывать, ну, как-то использовать наши финансовые ресурсы, там, у кого-то есть благополучные такие социальные связи, там, и родственники, а у кого-то, может быть, похуже, и люди просто не будут видеть горизонты, конечно, наша роль как ассоциации давать вот эти вот горизонты и возможности и максимально обмениваться дознаниями и как можно больше их друг другу дать, сначала такое вот общее информационное поле между главами ассоциаций, которое потом, ну, как бы больше будет расширяться, ну, и, конечно, не упускать вот этот вот ресурс, максимально влиять на правительство, потому что, это я называю культура менедж ее босс, да, представим, что наш босс – это правительство, условно говоря, у них достаточно мало знаний, мы не будем каждый божий день стараться насыщать вот что мы живем, как живем, какие у нас планы, что мы предлагаем и что мы сами, условно говоря, бесплатно предлагаем правительству сделать для того, чтобы страну там, ну, грубо говоря, не привести вот это ваховое положение, когда у нас будет расцвет преступности после того, как люди лишатся денег там или еще там, не знаю, или вообще там, ну, как бы депрессии, да, что у нас тут все психологические, ну, все клиники после коронавируса перейдутся в психиатрические клиники, потому что люди не будут знать, как справляться с положением. Мы можем, в принципе, предложить некий консалтинг, каким образом, грубо говоря, наша индустрия, а у нее масса возможностей, не только от мотивации сотрудников крупных корпораций, которые сказала, там Ирина, эти билдинги и прочее, чем могут не справляться, скажем, внутри сотрудники, и чем им можно помогать, скажем, на уровне бесплатно начать. Потом можно, если это все пойдет, то это можно переводить уже в какие-то... Можно просто конструировать реально сейчас. Главное – коннектиться. То есть мы предлагаем что-то искать, это коннектиться, использовать и так далее, и искать внутри, кто лучший игрок на эту тему, чтобы его вставлять и так далее. То есть вот это самое важное, вот это вот поле, на мой взгляд. Таким образом, наше будущее будет уже нами же построено, и если туда всех драйвить, еще понять, от кого мы больше всего зависим, уделять тому внимания, тогда вместе получится что-то уже более-менее понятное. Единственное, что я хочу сказать, что я так в своих прогнозах предполагаю, что это займет вся история вот с этим, с раскручиванием этой рекламной кампании «Коронавирус», адаптации всех наших структур к управлению обществом, цифровизации не меньше полугода. То есть примерно можно рассчитывать так, что если у кого-то нет финансовой, моральной, физической формы для выживания как бы вот с шести месяцев, то здесь можно, ну вот я тут написала себе кое-что, сбор пожеланий сделать, личных, психологических, физических, менторских, там, не знаю, развивающих отношения, потом структуризации активов, там, законодательной, сертификации специалистов определенных, смежные там профессии и так далее. То есть надо собрать как бы это все и начать как бы в этом во всем жить, поставить такой какой-то план внутри. Мы еще вот тут будем проводить в ближайшее время конференцию как раз по, ну она у нас по стратегической, по коммуникациям. Там мы, конечно, дернем наших заказчиков, мы знаем, что уже многие корпорации, они там свои планы, ну как бы планы Б попридумывали, активно работают в этом деле, то есть постараемся вытащить их кейсы, понять, чем они там живут, поэтому это будет, ну как-то, будет какая-то ступень, отправная точка, да, мы будем стараться тоже вот как бы клиентскую эту тему вытягивать на свет, чтобы понимать, как, кто и чем живет, тогда будет проще придумывать и создавать продукты, потому что вот некоторые наши агентства, они уже бесплатной форме работают и с правительством, и с некоторыми компаниями по аналитике действующей ситуации, делать мониторинги бесплатно и так далее, да, потому что пока ты имеешь связь, да, с клиентом хоть какую-то, ты можешь перестраиваться и понимать, и следить за рынком, что будет востребовано, потому что так-то тактически, я могу сказать, что когда, если мы просто вообще ничем не будем заниматься, нам действительно придется после точки X заняться пересчетом, кто остался в живых, хотят ли эти, кто остался в живых, заниматься и чем-то, и заново выстраивать всю индустрию, понимаете как, от того, что мы научимся там работать в онлайн, это, конечно, прекрасно, но это не все, понимаете, да, меня, о чем я говорю, поэтому он, по сути, придется пересматривать все продукты, да, и как их давать, потому что, конечно, ну, тут этическая сторона, потом социальная ответственность, поддержка, ну, и теперь это, ну, как бы, понятие безопасности выходит абсолютно на другой уровень, и от этого надо плясать, потому что она безопасность, она идет как бы из головы и так далее, тут все проекты будут сходить из этого, потому что фактически люди будут теперь по-другому относиться к рискам, ну, в коммуникациях риски входят в KPI, да, ну, то есть программы, которые коммуникационные, топ-менеджеров, там риски все входят в KPI, поэтому тут получается, что нужно каким-то образом уже думать, как себя подстраховывать от будущих рисков подобного рода. Спасибо большое, Екатерина, спасибо вам. Я бы хотел сейчас приветствовать тех, кто к нам присоединился, у нас уже 129 участников круглого стола. Андрей, я сейчас хотел бы обратиться к Андрею Тарянику, выступление которого наиболее живое обсуждение вызвало, и уже реплики прозвучали. Андрей, вот у нас в чате есть тоже участник такой, наш зритель, Валентин Малюгов, он спрашивает, а какие действия потенциально в нашей сфере будут иметь успех? Ну, вот видите, каких-то готовых, может быть, решений. Мы услышали вашу позицию, что это борьба за выживание, наверное, сейчас происходит, да? Есть ли у вас прогноз на то, как будет представлена отрасль после карантина, кто выживет, кто такие компании будущего, с учетом текущей ситуации, по вашему мнению? Дорогие мои коллеги, прежде всего хочу сказать то, что не нужно воспринимать мое выступление как крайне жесткое. Нет, наверное, моя позиция более реалистичная, потому что я соглашусь с Катериной, что даже если через месяц будут отменены все эти карантинные мероприятия, что маловероятно, отрасль становится, но, думаю, через полгода не раньше, потому что сейчас всем необходимо перестроиться. Уже все понимают, что так, как было раньше, не будет. По поводу модели будущей компании, я думаю, что это будут сейчас достаточно мобильные группы, которые будут включать в себя людей с высокими компетентами в разных областях, а все остальные перейдут на уровень фриланса, либо на уровень таких же мобильных групп поддержки мероприятий, потому что, ну, Алексей, я, конечно, за эту отрасль, и более того, я участвую в подготовке всех пищек, которые проходят и через Наум, и через группу ассоциаций, и я, вот лично я делаю все, что я могу сделать, для того, чтобы нас поддержали, но, знаете, говорят, хороша ложка к обеду, учитывая слабую откликабельность на наше обращение, я думаю, что до нас дело дойдет, ну, там, не знаю, через месяц, и что будет через месяц, никто не понимает, так вот, еще раз вернусь, что это будут, в моем понимании, небольшие компетентные группы, которые будут решать конкретные задачи клиентов, не по широкому спектру, а в рамках какого-то одного направления, и таких групп будет много, вот что я думаю, какой прогноз развития вообще рынка. Спасибо большое, следующий блок, я бы хотел обратиться к Александру Мальцеву, генеральному директору проекта Be in Russia. Александр, в ближайшем будущем, насколько будут востребованы региональные площадки, по вашему мнению, для проведения мероприятий? Я знаю, что вы тоже исследования по этому поводу проводили, стоит ли ожидать вообще какую-то активность для организаторов мероприятий в субъектах, что должны делать регионы в текущей ситуации, сложной для своего продвижения? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сергей, спасибо за приглашение, спасибо за этот вопрос. У меня есть результат работы, которую мы провели, готовясь к этой конференции. Мы опросили участников проекта Be in Russia относительно их текущей ситуации, и поинтересовались, что происходит с глубиной продаж, есть ли продажи на после вируса, что называется, и уточнили их пожелания относительно мер поддержки, которые они хотели бы получить, помимо тех мер, которые уже принимаются президентом и правительством. И у меня есть некий отчет, я как бы так сейчас попробую сбавить темп немножко на нашей дискуссии и продемонстрировать вот эту вот презентацию, поделиться с вами именно словами, которые произнесли участники рынка и дать некий эмоциональный фон. Я хотел бы уточнить у нашего технического сопровождающего, есть ли демонстрация слайдов сейчас на экране. Да, есть, мы видим, Александр. Да, вы видите, замечательно. Я вижу себя, вы видите слайд. Итак, мастер-поставщики регионов России в 2020 году. Мы задали вот такие вопросы, три вопроса по темам и попросили просто дать какую-то актуальную информацию о состоянии отрасли в вашем регионе. На всякий случай, кто не знает, представлюсь. Я руководитель коммуникационного проекта Майс Индустрии, Биен Раша будет в России. Мы занимаемся продвижением регионов России как направлений для организации выездных корпоративных мероприятий. Наша специальность – это корпоративный сектор. Прежде всего. И наша аудитория – это корпоративные Майс-заказчики и московские Майс-агентства. Итак, мы задали вот такие вопросы. Нас интересовал процент падения продаж, потери от простоя, эффект неожиданности, реакция партнеров и комментарии клиентов при отменах. Ответ на этот вопрос, он демонстрирует именно вот текущую ситуацию, что происходит. Также поинтересовались, соответственно, глубиной продаж и мерами. И я не буду подробно останавливаться на каждом конкретном ответе, но вся картина выглядит таким образом, что в среднем на 100% бизнес сократился и еще до того, как, собственно, были введены вот эти меры по самоизоляции и ограничения по массовым мероприятиям. Но при этом все, как один, тут надо, наверное, сказать о том, что есть некая солидарность в отрасли, и это очень радует. Все относятся друг к другу с пониманием, не выставляют штрафы и, в общем, действуют как одна такая хорошая, дружная команда. Речь идет в данном случае о Сочи. Сочинский ДМС говорит, вот, например, это прямо цитата, клиенты в состоянии шока и непонимания будущего. Некоторые предоплаченные проекты сдвинулись на сентябрь, что, в общем-то, тоже уже неплохо, их не отменили, их перенесли на сентябрь. Красная Поляна комментирует примерно в том же ключе. И вот комментарии из Центральной России, они видят сложности в том, что, помимо того, что много отмены возвратов, нет сроков, то есть нет понимания того, как планировать бизнес. Геленджик, Тюмень, 100%, Пермь, 100%, Калининград комментирует таким образом, что бизнес умер, причем, скоро постижно, комментирует авторитетный руководитель крупнейшего ДМС в регионе, который имеет большой опыт, и при этом он, в общем, настроен достаточно пессимистически. Точнее, он говорит о том, что сейчас оптимистам быть непросто. И затем комментарии относительно глубины продаж и продажи на послевируса. Сочи. Заявок очень мало, но они есть. Центральная Россия говорит о том, что по датам лета и осени пока нет отмен, но они, скорее всего, будут и ожидают оживления к четвертому кварталу, но не раньше. Геленджик говорит о том, что есть броня на сентябрь, но продаж нет. В Тюмени никто не планирует мероприятия, все авансы возвращены. В Перми такая же ситуация, в Калининграде такая же ситуация, то есть некое депрессивное состояние наблюдается у наших коллег в регионах именно относительно перспектив. Относительно ожидаемой поддержки все говорят в один голос, что нужны налоговые каникулы не только на период, который был обозначен в мерах, озвученных правительством, но и до конца 2020 года. Просят о беспроцентном кредитовании и не только на фонд оплаты труда, а на все операционные расходы. И в пример приводит, например, Калининград приводит в пример меры правительства Германии, когда до 67% выпадающей заработной платы компенсирует правительство, а также финансирует субсидии для бизнеса, которые можно тратить на текущие расходы. И вот этот слайд, это попытка нашего прогноза, который базируется не только на комментариях коллег из регионов, а также комментариях корпоративных заказчиков, майс заказчиков и международных компаний, и российских компаний, но и на некой сумме отчетов крупнейших международных консалтинговых компаний. Прежде всего, мы базируемся на отчете McKinsey. Итак, на нас с вами влияет сегодня коронавирус, нефть и финансовые рынки. Это три позиции, которые вот сегодня активно оказывают давление на нашу отрасль. И ситуация первого квартала, мы назвали ее проблема, и она вам хорошо известна. Первые новости в январе не повлияли на бизнес и планы майс заказчиков. Ухань и прочие новости сократили бизнес-тревел примерно на 40%. Пандемия отменила все мероприятия. Сейчас второй квартал, мы назвали его тревогой, то есть состоянием тревоги для отрасли. И сейчас мы столкнулись с самоизоляцией, длинными выходными, и запросов либо нет, либо их очень мало. В мае мы ожидаем состояние неопределенности и отсутствия планирования до полной ясности. Речь идет прежде всего о заказчиках, как источниках бизнеса для отрасли. И в июне также неопределенность, но при этом начало планирования на третий и четвертый кварталы объем запросов мы оцениваем как мало, и это только Россия. Это вот к вопросу о востребованности регионов на ситуацию после снятия фактора коронавируса. Затем июнь, планирование и запросов больше, и тоже это только Россия. И начало восстановления спроса мы ожидаем в августе, в его второй половине. активное восстановление спроса в размере в объеме до 50% от объема 2019 года в октябре нынешнего года, в четвертом квартале в октябре, и активное восстановление спроса до 70% от объема 2019 года мы ожидаем в декабре текущего года. Вот такая попытка прогноза, такие вот эмоциональные комментарии, и если есть какие-то у вас вопросы по этому поводу, то я готов на них ответить. И сейчас хотел бы также прокомментировать ту дискуссию, в которой от Андрея и комментарии Алексея, и другие комментарии, пришла в голову идея. Дело в том, что очевидным стала картина такая, что есть несколько точек лидерства в нашей отрасли, но в целом лидерства не хватает. И может быть, давайте подумаем вместе о том, чтобы при лидерстве Национального конгресс-бюро торгово-промышленной палаты создать какой-то координационный совет отрасли, координационный совет индустрии встреч, или как назвать его объединение, с тем, чтобы объединить все ассоциации и на еженедельной основе, например, выпускать совместные коммунити о том, что мы делаем, о том, как мы боремся за интересы отрасли и профессионалов отрасли и соединяя лоббистские возможности добиваться еще более впечатляющих результатов, одним из которых, я считаю, важнейшим является включение конгрессно-выставочной деятельности в список пострадавших отраслей, за что мы искренне благодарим РСВЯ и тех, всех тех, кто прилагал к этому усилия. Большое вам спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо, Александр, большое. Да, на самом деле ваше предложение по созданию Координационного Совета, конечно же, мы должны сейчас исключить и будет много сейчас, я думаю, что таких мнений мы должны не зарегулировать действительно нашу отрасль, но то, что мы должны объединяться в сейчас такой ситуации для того, чтобы действительно как-то двигаться дальше, поддерживаться полностью. Много обсуждения сейчас идет и в том числе в нашем чате насколько оффлайн и как быстро перейдет в онлайн, но мы видим, что мероприятия как минимум на ближайшую перспективу переносятся на осень, на весну следующего года, очень плотный график, не только российский, но и международный, разные цифры озвучиваются, до 700, до 1000 даже мероприятий в мире, уже 200-300 крупных выставок конгрессов Российской Федерации, поэтому, наверное, свою точку зрения скажу, не так быстро, наверное, нас ждет такое объединение форматов, больше онлайна в оффлайне, живое общение тактильное никогда мы не заменим, но то, что говорится сейчас диджитализация, цифровизация, она происходит быстрее, чем мы ждали и были к этому готовы, и, наверное, действительно, вот сегодня мы не выработаем какого-то алгоритма, как нам завтра проснуться и быть готовым к новым реалиям, но наше сегодняшнее обсуждение действительно, это, наверное, на этой площадке старт наших будущих форматов, поэтому прошу некоторых наших зрителей относиться к нам несколько снисходительно по этому вопросу, но хотел бы подключить сейчас к дискуссии по востребованности региональных площадок в текущих условиях наших сегодняшних экспертов. Алексей, Кулачев, я бы хотел сейчас к тебе обратиться, вы анализируете активность в регионах, какие настроения в поддержку того исследования, что Александр нам сейчас привел, какие мысли, потому что есть у нас субъекты, которые ввели новые, в том числе материально-технические возможности, их надо как-то задействовать, есть ли у тебя обзор и мысли в этом, в рамках реализации развития регионального по конгрессу? Да, Сергей, спасибо большое, ну, во-первых, обзор, он строится на личных коммуникациях с нашими коллегами из регионов, которые находятся также в непростой ситуации. Я, знаете, хочу, наверное, вот с чего начать. Вот вчера, вы знаете, что я вхожу в состав Совета директоров Международной Ассоциации ИК, и мы тоже с международным профессиональным сообществом постоянно на связи. Вот буквально вчера у нас тоже была коммуникация и обсуждали, как нам дальше, по крайней мере, что касается сектора маркетинга, как нам дальше строить работу. Хочу поделиться настроениями, которые тоже присутствуют у наших зарубежных коллег. Паника уже прошла, сейчас все начинают заниматься планированием дальнейшей деятельности. И здесь, как я уже сказал, нам тоже нужно эту инициативу подхватить и работать с регионами, работать с компаниями. Несмотря на сложные ситуации, их тоже нужно решать. Я, конечно, об этом не забываю, но параллельно все равно продолжать ту начатую работу, которую, если говорить про национальное конгресс-бюро, мы начали там с самого начала. То есть выстраивать вектор по дальнейшему развитию, повышать квалификацию, повышать уровень компетенций и в целом готовить наш продукт, который мы продвигаем на международном рынке. Никто не поддерживает, никто, знаете, не склоняется к тому, что все моментально перейдет в онлайн формат. Но, наверное, это не будет так. Все равно оффлайновые мероприятия, которые были и которые в любом случае останутся, их нужно планировать и их нужно привлекать в нашу страну. И здесь продолжать ту работу, которую мы начали с регионами. Готовить и развивать, как я уже сказал, кадры и готовить и продвигать инфраструктуру. Это самое важное. Но еще здесь нужно учесть, что выйдем мы из кризиса через какое-то время, я имею в виду из карантинного формата, из экономического кризиса, очень хочется в это верить, то чтобы мы не оказались опять отброшенными на несколько лет назад, как это некоторое время назад было, чтобы мы сохранили в себе нашу потенциал и чтобы мы этот потенциал увеличивали. И самое главное, мы все равно как это неприскорбно бы звучало, мы отстаем от международного сообщества, отстаем от других стран, которые эту работу, работу по продвижению, по привлечению мероприятий проводят уже десятилетия. Поэтому здесь нам ни в коем случае нельзя снижать темп, как бы этому не мешали все внешние обстоятельства. Поэтому если говорить про работу с регионами, ну что ж, временно мы пока можем эту работу продолжать в онлайн формате. Да, без встреч, без личных коммуникаций. Но здесь важно, как я уже тоже сказал, и многие коллеги это подтвердили, использовать это время для повышения уровня знаний, квалификации и быть готовыми в ближайшей перспективе продолжить ту начатую работу уже в новых, наверное, условиях. Спасибо, Алексей. Просил бы сейчас по данному вопросу, в том числе мнение сказать Елену Ублееву, исполнительного директора РСВА. Лена, вы с нами? Да, я с вами, спасибо большое, Сергей. Да, так как мы тоже представляем союз от Калининграда до Дальнего Востока, я бы хотела сказать, что делают наши регионы. Ну, во-первых, вы знаете, очень быстро откликается наш бизнес на то, что происходит. Я не знаю, если кто-то не в курсе, то в Екатеринбурге выставочный центр, он, скорее всего, будет перепрофилирован в больницу. Дай бог, что она нам не понадобится, но такая вероятность тоже есть. Комплексы готовы. Мы, в принципе, обсуждали эту историю и с другими выставочными площадками. То есть, если возникнет такая потребность на введение карантина и на введение как бы таких вот мобильных вещей, мы знаем, что по Европе этот опыт очень широк, и практически все выставочные комплексы и Италии, и Англии отданы были под больницы. То есть, в данный период острой фазы мы готовы работать таким образом. Что касается всех остальных моментов, я согласна с Алексеем, останавливаться нельзя ни в коем случае. Более того, если мы с вами посмотрим на те документы, которые мы сейчас получаем, вчера вышли документы новые московские, и вы знаете о том, что перераспределены субсидии на осуществление конгрессно-выставочной деятельности. Есть определенный документ, мы его выложим в ближайшее время. Он вчера был транслирован в чат Музыченко Павлом. Соответственно, сейчас нужно активизировать свою работу по подготовке не только кадров, но и по поддержке наших экспонентов. Соответственно, мы сейчас ставим перед собой такую задачу. Мы запускаем тоже модуль, который мы будем транслировать на наших региональных директоров, как удержать клиента, как помочь ему сейчас в сложной ситуации, потому что все выставочники, они обладают в любом случае большим набором инструментов. И для того, чтобы поддержать взаимосвязь со своими ключевыми игроками, можно сейчас, в принципе, сделать какие-то онлайн-события, которые могли бы поднять вопросы, которые могут быть актуальны, предположим, на будущих мероприятиях. Еще раз собраться экспертным мнением, понять, что может быть в ближайшее время необходимо и нужно. И здесь, мне кажется, нельзя уходить целиком и полностью в то, что мы будем замалчивать это, а наоборот, мне кажется, что сейчас, помимо того, что сплочаются наши ассоциации, помимо того, что сплочается наша отрасль, нужно транслировать это дальше, нужно выходить уже на уровень наших экспонентов и потихоньку начинать уже работу с ними. Сейчас пройдет уровень шока, и, по сути дела, все равно в любом случае нужно будет нарабатывать новые какие-то векторы развития, и в том числе они будут касаться, конечно, конгрессно-выставочной отрасли, поэтому эту задачу мы ставим перед собой и в ближайшее время начнем серию таких вот непосредственно обучающих семинаров, давая нашим выставочникам новые инструменты, потому что это будет необходимо, ну и вот как непосредственно Александр транслировал сейчас, мы тоже планируем, что к осени на самом деле оффлайн оживет, мы на это очень-очень надеемся, и у нас на самом деле не так много времени, чтобы удержать наших клиентов в нашем внимании, поэтому мне кажется, что та мысль, которую говорил Алексей, как раз поддержание этих связей и непосредственно находясь с ними в более тесном контакте, это очень важная задача. Спасибо большое. Елена. Сергей, я прошу прощения, а можно ремарку тоже небольшую? Коротко, если можно. Да, я бы хотел вернуться к тому, что говорила Екатерина Коляда относительно вот в рамках нашего объединения всех ассоциаций сделать карту то есть некий образ будущего, мне кажется, эта идея очень правильная и своевременная, и вот в рамках объединения как раз в настоящий период наших усилий и коммуникаций с другими ассоциациями, я думаю, что это тот момент, когда мы сможем уже визуально и подтвердить это цифрами, представить представить ту модель, которая, собственно говоря, и представляет отрасль. Если коллеги из других ассоциаций поддержат, мы могли бы это в самое ближайшее время подумать над тем, как это сделать, потому что мне, еще раз повторю, кажется, это очень правильным и своевременным. Учитывая наши попытки достучаться до органов власти, я думаю, что это будет эффективным инструментом с точки зрения обоснованности и понимания у них, что же на сегодняшний день представляет событийная отрасль России. Спасибо. Спасибо, Алексей. Главный тезис достучаться, потому что написать мы можем многое, а чтобы эти меры были приняты и реально дошли до каждого игрока, это, наверное, действительно то, чего мы добиваемся и очень надеемся, что хотя бы частично это будет утверждено. Я бы хотел сейчас обратиться к Дарьи Островской, директору РНС, в НИЦ РНС, член направления Ассоциации Национального конгресса Бюро. Дарья, скажите, пожалуйста, в рейтинге событийного потенциала регионов по итогам 2020 года изменения, на ваш взгляд, по итогам вашего исследования происходят уже? Прокомментируйте, если можете. Да, Сергей, спасибо за возможность высказаться. Наверное, еще рановато делать пока какие-то выводы и говорить о том, какие будут изменения, будут ли они вообще существенными по отношению к рейтингу 2019 года. У нас при формировании рейтинга мы учитываем несколько показателей, в том числе долгосрочных, например, планирование мероприятий на 5 лет. Мы учитываем политику региона в области событийной индустрии. И, на мой взгляд, говорить о том, что там кто-то из регионов упадет или поднимется в связи с этой ситуацией пока сложновато, но точно можно сказать одно, что те регионы, у которых была сформирована четкая политика, стратегия продвижения региона, его развития в области организации мероприятий, продвижения региона как место для проведения мероприятий, а также те регионы, где есть структуры, отвечающие за эту отрасль, конгресс, бюро, корпорации развития. Таких регионов, на самом деле, достаточно много, как правило, они все входят в топ-10 нашего рейтинга. Скорее всего, у этих регионов ситуация останется более-менее стабильной, потому что это именно те структуры, на которые, и те инструменты, на которые отрасль и отраслевое сообщество смогут опереться в этой кризисной ситуации. Спасибо большое, Дарья. Ирина, к Ирине Михальковой обращаюсь, исполнительному директору Ассоциации бизнес-туризма. На самом деле, большую поддержку тому, что вы сказали в рамках нашего круглого стола, сейчас вижу в чате. У вас есть какие-то комментарии по региональному сегменту именно в вашем направлении? Вы с нами, Ирина? Так, микрофон. Микрофон. Слышим. Слышим. Да, спасибо огромное. Дам короткий комментарий. Наверное, я сейчас не буду комментировать отрасль именно командировок, деловых поездок, потому что это исключительно нужды бизнеса, и не так сильно можно на них влиять. А вот то, что касается организации мероприятий, наверное, повлиять можно с тем, чтобы чуть больше направить внимание в сторону регионов. Я, к сожалению, сейчас считаю, что не так просто будет привлекать международные события все-таки в Россию, просто потому, что многим странам нужно будет вытягивать самих себя и, соответственно, переориентировать своих внутренних заказчиков на внутренний туризм. В общем, я думаю, что Россия будет пытаться делать то же самое, соответственно, страны от итальянцев либо от немцев ожидают какую-то другую историю. И поэтому то время, которое у нас сейчас есть, и соглашусь с Еленой, что его не так много, понятно, нужно использовать для того, чтобы поднимать качество тех объектов, которые в регионах у нас присутствуют, потому что все-таки мы столкнемся с тем, что заказчики российские, многие из которых не были где-то дальше Санкт-Петербурга, ну, скажем, если они проживают в Москве, да, они приезжают в другой из городов. Я путешествовала в России достаточно много, многие города люблю и с радостью туда возвращаюсь и с пониманием отношусь к тому, что может быть определенные как бы широковатости в том, что касается как бы сервиса. Вот, но есть люди, которые относятся к этому более строго. Которые, в России, заказчики, повторюсь, очень строгие заказчики, поэтому нужно быть готовыми отдельно стоящим отелям, не знаю, отдельно стоящим объектам, ресторанам, которые должны принимать бизнес-путешественников либо деловые мероприятия, что уровень-то будет требоваться как бы иностранной. И нам, мы пытаемся как бы донести вот тоже вот искреннее убеждение, мнение ассоциаций, что когда мы продвигаем Россию, нам очень важно говорить, что давайте, мы не продвигаем Россию, потому что сейчас нет других возможностей, да, то есть мы продвигаем образно как бы Россию не в нужде, а потому что это образно как бы действительно там классный продукт, с которым просто стоит чуть ближе познакомиться и найти в себе эти ресурсы. По, опять же, мнению заказчиков, повторюсь, качество не дотягивает у многих объектов. В отелях сталкиваются с тем, что многие отели являются очень гибкими в отношении, например, корректировки договоров, я это слышала уже не раз. Мы сами, как организация, которые организовали мероприятия в регионах, сталкивались с тем, что если ты общаешься с отелем, пусть даже международные цепочки, принадлежащие, но управляющимся по франшизе, функционирующим, такая простая история, как тебе дали два сета меню на бизнес-ланч, взять салат из одного сета и горячее с другого сета является очень сложной процедурой. Поэтому все-таки нам нужно научиться быть более гибкими. Мне, кстати, очень нравится с точки зрения программ, которые продвигают наши регионы, проект, я уверена, все вы про него знаете, это гастрономическая карта, как бы в России, кухня регионов, которая пытается вытягивать, и мы с ним достаточно плотно подпишемся и думаем сейчас над некой совместной активностью, которая поможет за короткие сроки что-то сделать, чтобы поднять объекты на чуть более другой качественный уровень. Вот, наверное, то, что я хочу сказать. Еще хочу сказать, что у меня три собаки, мы их пока в аренду не сдаем, но только уместим, мы тоже оказались в ситуации, когда нужно искать другие варианты для заработка. Еще, кстати, к вопросу о том, чем могут занять себя организаторы, не сказала сразу. Вот мы недавно услышали, что когда компаниям нужно было резко переходить на уровень релокации офисов из офисов по домам, это же для многих было стихийно и спонтанно, и не все с этим как-то бесшовно справились, но случится момент, когда компания будет массово возвращаться в офис, и если образно к передвижению из офисов домой может быть там часть организаторов событий тоже не были готовы, то, может быть, стоит подумать над продуктом и предложить его тем же самым заказчикам, которые помогут потом хоп, из домов людей, значит, собрать обратно на свои комфортные офисные места. Это вот то, что есть. Еще я, кстати, ну, действительно, будучи большим там фанатом нашей отрасли, считаю, что то, что касается поддержки правительства, то есть нужно понимать, что конгрессные выставочные отрасли, там, отрасли целого туризма не существуют ради себя, да, то есть мы все-таки существуем, ради того, чтобы поддерживать другие бизнесы, и поэтому там говорить о том, что мы неважные, потому что есть другие приоритетные какие-то истории, по факту это отрасли, которая проникает во все сферы нашей жизни, вот, поэтому, наверное, нужно верить, что мы все-таки очень важные и мы приоритетные. Спасибо большое, Ирина. Обращаясь к следующему нашему спикеру, эксперту, Дмитрию Кикееву, продюсеру, автору конкурса «Ивент-индустрии. Ивент-прорыв». Дмитрий, я бы хотел сейчас вот обратиться к чату и последнему, что там происходит. Хочется узнать для руководителей компаний, «Ивент-индустрии» о реальных решениях, действиях, идеях реальных владельцев бизнеса после кризиса и выхода из карантина. Мы все надеемся, что 1 мая действительно будет праздник труда, когда люди с удовольствием пойдут на работу. Эта ситуация, связанная с коронавирусом, она улучшится. Но все-таки можно ли к чему-то начать готовиться уже сейчас, Дмитрий, по вашему мнению? Есть ли вечный спор сейчас, да, риск ухода в онлайн? Хотя мы помним еще 20 лет назад онлайн-выставки в том числе создавались и потом они кто-то перешел в оффлайн, кто-то умер, кто-то стал интернет-магазином. Все-таки к чему готовиться можно уже сейчас для выхода из карантина? Какие практические шаги вы бы порекомендовали руководителям ивент агентств бизнесов? Здравствуйте все. Во-первых, спасибо за доверие. Это вопрос, ответ на который требует серьезной ответственности. За все агентства говорить сложно. Я могу лишь на том примере, который сейчас используем мы, как известно, межрегиональный фестиваль ивент-прорыв должен был собрать 11-12 апреля в Нижнем Новгороде 26-27 регионов со всей страны. И вот эта ситуация, она застала нас прямо на середине пути, то есть, когда региональные проекты были оценены в предварительном онлайн-оборе и тут объявили, что всех нас закрывают и что делать, переносить куда-то, непонятно. Мы не знаем, как сказал Андрей Тарянник, будущее неизвестно, а людей у агентства ожидания. И сейчас, в общем, вот на нашем примере, да, вы спрашиваете, что планируют делать агентства. С одной стороны, мы это узнаем непосредственно в дни проведения фестиваля на онлайн-платформе, как раз послушаем опыт, а с другой стороны, ивент прорыв, как фестиваль, вот первым вышел, трансформировался из оффлайна в онлайн, то есть, мы перенесли все то, что должно быть в оффлайне, это защита проектов, презентации проектов перед членами жюри, да, когда вот примерно так же, как наши коллеги сейчас, да, члены жюри будут видеть проекты на экране, и это будет происходить одновременно в четырех потоках, вот, со всей логистикой, которая у нас была в оффлайне, сохраним, мы также постараемся сохранить всю логистику из оффлайна в онлайн, перенесем, второй день образовательной программы, вот пример, что мы сделали сразу же, ну, потому что, почему опять же, да, ну, во-первых, дать возможность участникам рынка себя до конца показать, представить себя в премии ивент-прорыв, но самое важное, мне кажется, чтобы конкурсанты, это же ивент-агентство, компании, чтобы они не отчаивались, и, да, и чтобы сохранить, чтобы они сохранили свою профессиональную форму, вот здесь, буквально на пиковые вот такие времена, когда мы все находимся далеко друг от друга, премия ивент-прорыв, это возможность в онлайне, да, это возможность сохранить профессиональную форму в онлайн-формате, пообщаться с коллегами, опять же, пощупать своими руками, что такое онлайн-мероприятие, да, вот, и то есть у нас примерно там 100 участников премии будут выходить онлайн, смотреть, как это происходит, смотреть, как коллеги участвуют, сами будут участвовать, пробовать эту платформу, и мы рассчитываем на то, что им это понравится, и ивент-агентства, которые уже сейчас многие задумались и начинают делать первые шаги в онлайне, они смогут уже, попрактиковавшись в онлайн-платформе ивент-прорыва, смогут, скажем так, свои дальнейшие мероприятия планировать именно в онлайне, ну, по крайней мере, ближайшее какое-то время, да, чтобы как-то себя поддерживать, свою профессиональную форму. Здесь я соглашусь, опять же, с Екатериной, чтобы понять, какие мероприятия проводить, не все же их можно проводить. Важно выявить потребности заказчиков, я думаю, что агентства этим как раз сейчас и занимаются, предлагают какие-то свои, выявляют потребности заказчиков, выявляют и свои предложения делают уже в режиме онлайн. Но когда все у нас начнет постепенно восстанавливаться, то, наверное, тут я тоже соглашусь с коллегами, сохранятся форматы, смешанные гибридные форматы в онлайн и в офлайн, потому что все-таки онлайн тоже затягивает, мне вот самому интересно очень, да, прям очень интересно все это переносить и с вдохновением в работе сейчас ведется очень плотная работа. Спасибо большое, Дмитрий. Сейчас хотел бы тоже обратиться к Елене Ублиевой, но, Лен, перед тем, как ваше мнение услышим, к вопросу о важности конгрессно-выставочной вообще ивент-индустрии для экономики государства, но вспомним тот факт, конечно, несколько некорректно сравнивать текущую ситуацию или после кризиса что будет дальше, после того, как мы поборем этот вирус и как будет восстанавливаться и вся экономика страны и непосредственно наша отрасль. Хотелось бы вспомнить, что восстановление Западной Германии и в том числе строительство конгрессно-выставочных комплексов в том числе проходило по плану Маршала. Все воспринимали нашу деятельность как часть восстановления экономики, как важную составляющую. И вот в этой связи, Лена, ваше мнение, что мы сейчас в том числе обсуждаем активно, ежедневно на онлайн-площадках, к чему готовиться можно уже сейчас для того, чтобы после снятия всех запретов, ограничений действительно активно начать свою деятельность на рынке? Ваше мнение? Сергей просто снял с языка. Дело в том, что я хотела как раз начать свое выступление именно с того, как поднималась экономика после Великой Отечественной войны. После меня, тем более, Ольги, наверное, об этом тоже самое хотела сказать. Но, вы знаете, мне кажется, что есть свет в конце тоннеля. Почему? Потому что, например, сейчас пришло сообщение о том, что в Хайнане открылась выставка экспорта 2020-20. Если это действительно сообщение имеет место быть, то мне кажется, что действительно у нас есть надежда на то, что все-таки оффлайн вернется. Вы знаете, мы прокручивали возможность, естественно, сейчас тоже, в том числе, проведения выставок в онлайн формате. И я могу сказать о том, что мы их смотрели с 3D, как бы мы их смотрели со съемками, тем более, что у нас такой опыт был на крупнейших собственных мероприятиях по форуму Интернешнл. Мы, например, оцифровывали некоторые из них. Все знают опыт непосредственно экономического форума, когда трансляция идет и стендов, и, в принципе, сессий. Та же самая история есть у нас по газовому форуму, но по опросам, например, и потому, что мы сейчас провели, все равно онлайн не заменит оффлайн. Мы думаем о том, что все-таки, тем более соскучившись по живому общению, отрасль, она действительно восстановится, тем более, если мы будем идти планомерно и поддерживать взаимосвязь с нашими экспонентами, ключевыми игроками. Поэтому мне кажется о том, что в этом ключе все-таки, мне кажется о том, что, да, какие-то компании, естественно, перепрофилируются, и, к сожалению, мне кажется, что малому бизнесу будет крайне сложно пережить этот кризис. Но, опять-таки же, мы начинали, когда этот год, мы его начинали с того, что делали совместно с Дарьей Островской маркетинговую карту России с мероприятиями, потому что мы понимали о том, что сейчас, уже на тот момент, когда мы только начинали 2020 год, было такое количество событий, которые мало отличались друг от друга по контенту, по насыщенности, по спикерам, по участникам, и эта история еще до кризиса, она уже стояла очень остро. Наверное, сейчас нужно всем тем, кто занимается организацией мероприятий, обратиться именно к качеству контента, к его уникальности, и это, наверное, самое то время, когда мы можем прорабатывать именно такие мероприятия, которые будут уникальны. Это касается и сейчас, сегодняшней ситуации, да, если мы с вами посмотрим на сетку, которую нам с вами присылают ежедневно по онлайн-форматам, сейчас идет, например, три параллельных сессии, они идут здесь, они идут уже у Евгении Мануковской, сейчас сразу же после того, как мы с вами закончим, Юля Жаля начнет свою сессию, и здесь первое, качество контента, оно все равно останется, наверное, самым сильным фактором при проведении мероприятий, и здесь сейчас как раз нужно необходимо нацелить все свои силы, усилия, и все свои разработки именно на то, чтобы сделать мероприятие уникальное, тем более я говорю, что мы уже были подведены к этой ситуации еще до кризиса, и мы провели серию непосредственных мероприятий, которые касались определенных тематик, например, по Аграмы собрали всех ключевых игроков и сказали, что коллеги, мы с вами должны договориться, чтобы мероприятия, первое, не повторяли друг друга, второе, использовали уникальную экономическую особенность региона, чтобы можно было сделать именно выставку полезную для конкретного региона, которая демонстрировала бы его сильные стороны, которая бы поднимала то, что необходимо, конкретном субъекте. Эту работу мы начали, мне кажется, что как раз сейчас стоит ее продолжить для того, чтобы, выйдя из кризисного состояния, мы сделали качественно новые мероприятия. И хотела еще добавить одну ремарку, дело в том, что вот Екатерина сказала о том, чтобы делать карту отрасли, и Алексей поддержал о том, что это нужно ее уже непосредственно начинать. Когда мы готовили обоснование наших мер поддержки, которые мы направляли в правительство Российской Федерации, мы уже вынуждены были провести эту работу, я могу сказать, что мы ее уже начали, и по сути дела я просто предлагаю, когда мы закончим с ассоциацией с торгово-промышленной палатой ее продолжить, потому что мы уже разложили нашу отрасль, естественно, там не на все сегменты, потому что там как бы мы взяли пока только подписантов и взяли тех, кто является членами Российского союза выставок и ярмарк, но мы уже получили определенные диаграммы, если можно, вот я вам ее сейчас покажу. Вот смотрите, то, что касается как раз вот АКВЭДов и всего остального, значит, вот если мы берем только членов РСВЯ, вот они 42% только организаторы, вот они застройщики, а если мы берем даже дальше подписантов, то у нас получается, что наших подписантов еще меньше, всего 23% АКВЭДов, соответственно, это работа, которую нам стоит продолжать совместно, мы уже ее начали, мы ее начали для обоснования вот всех наших поданных мер, поэтому я считаю о том, что сейчас, совместив как раз возможность работать над законом, возможность работать над структурой нашей отрасли и возможность сделать наши мероприятия уникальными и качественными по контенту, мы сможем к осени прийти в действительно подготовленном виде. Лена, спасибо большое. Ойган, я к тебе сейчас обращусь, поддержи, пожалуйста, все-таки мы понимаем, что выставки, во многом, наверное, это уже принятый факт, мы сейчас к выставочной деятельности опять немного склонимся, это отражение состояния экономики, признанный факт, опять же, что Китай, США, Германия лидеры в выставочном бизнесе и это соотносится к их лидерству в развитии экономик в мире, поэтому, Ойган, скажи, пожалуйста, ваше видение с учетом действительно разных пережитых с вашим опытом периодов, кризисов, к чему готовятся, к сожалению или к счастью, да, вот у нас сегодня более 130 участников и мы представляем аудиторию, наверное, которая очень разный формат мероприятий и себя представляет, это ивент агентства, это выставочники, организаторы конгресса, форумов, и не может быть одного решения для всех, но с вашей точки зрения, к чему готовятся к ситуации после кризисной уже сейчас, чтобы быть во всеоружии, Ойган. Сергей, спасибо громадное еще раз за вопрос, ну, смотри, я бы не был бы сильным посимистом в данный момент, мы действительно прожили много кризисов, и если брать Западную Европу, может быть, возьмем дальше и Китай, можем брать и Индию, можем брать и Россию, давайте посмотрим даже последние кризисы, давайте возьмем последние кризисы dotcom кризис, это у нас 99-й, 2000-й год, мы говорили, что с приходом новой технологии выставочный бизнес скорее всего не будет таким и не останется таким, который он был до этого, вспомним финансовый кризис, который сильно ударил по выставочному бизнесу, если мы посмотрим на нашу глобальную компанию, как Месса Франкфурт, которая представлена в 19 странах, если мы посмотрим на наш бизнес в Китае, в Индии, в Америке, то он пострадал, конечно, сильно, но если посмотреть на года, которые прошли после, он опять же вырос, он вырос и стал более стабильный, конечно, надо смотреть на разные, продуктовые группы. Мы понимаем, что выставки, особенно в конзумерском направлении, выставки более в легкой промышленности, они, конечно, может быть, будут меняться и будут не очень или не очень сильно востребованы, как они были востребованы до того или до этого кризиса, потому что действительно возможность плейсмента этого продукта появляется другая, но если брать выставки, действительно важные для определенных отраслей, таких, как мы проводим выставки в, например, современных хлебопечения, модных бекерей, это действительно выставки, где показана целая цепочка оборудования или глубокое производство, скажем, этой отрасли, то, мне кажется, здесь мы не обойдемся, и как мы здесь говорим, красивое слово офлайн, я больше чем уверен, что осенью будет у нас очень много офлайн, я сто процентов в этом уверен, и хочу сказать даже больше, никогда не забывайте, что все-таки наша валюта это квадратные метры, и у нас отличная инфраструктура и строится во многих регионах отличная инфраструктура, и для этого я не вижу никаких оснований, что наши проекты не будут востребованы, абсолютно. с моей стороны. Если говорить, скажем, наш менеджмент, я разговаривал совсем, у нас с ними давно был менеджмент митинг, опять же, также онлайн, первый раз, который должен был пройти во время выставки Lighten Building, это вот в марте, это самая большая выставка в, скажем, в этой отрасли автоматизация зданий, освещение, техническое освещение, ее перенесли, она проходит каждый один раз в два года, ее перенесли на сентябрь. Я понимаю, конечно, выставки, которые проводятся один раз в два года, их легче переносить в этом случае, но, ну, будем переносить на год, будем переносить на 21 год, но в любом случае мы не видим, вот еще раз, как мы общались, Китай, Америка, Индия, мы не видим, что оффлайн будет меньше, чем он был до того, как. Да, я, спасибо большое, выгон, я вижу, что обсуждение в чате наших уважаемых участников, в том числе, показывает, что переход в онлайн действительно никто не прогнозирует, я хотел бы сейчас вернуться несколько к регламенту, мы те выступления, запланированные, уже произвели, спасибо большое, сейчас нам поступил вопрос, и он, может быть, несколько такой обобщающий, того, что мы обсуждали в течение часа 42 уже сегодня, вопрос я бы адресовал, даже адресовал автора его, Дарья Островской, Алексею Калачеву и Леной Ублиевой, коллеги, если можно, емко очень, и действительно, он к статистике относится, насколько, по вашей оценке, просядет рынок мероприятий, корпоративных форумов, выставок, как изменятся корпоративные потоки в России, уменьшение выезда за рубеж и рост проведения мероприятий в России, но опять же, это статистика, давайте вот сейчас действительно от нас просят конкретики, резюме нашего сегодняшнего мероприятия, начнем к нему уже подводить, какие советы для руководителей разного формата мероприятий мы бы могли дать, как сейчас готовиться к выходу из кризиса и как его вести уже в новых реалиях. Коллеги, я бы просил сегодняшних экспертов вот как ответ на этот вопрос и резюме нашего сегодняшнего круглого стола. Будьте любезны. Ну, давайте, может быть, я начну. Я с Дарьей хотел бы, Дарья, вот адресат вопроса. Спасибо большое. Подводя итоги, я все-таки хотела бы вернуться к началу своего выступления, когда я говорила о трех вариантах развития событий, трех сценариях, о которых мы спрашивали участников вопроса. Повторюсь, что мое личное мнение, что все-таки мы остановимся на сценарии номер два, и вот по этим прогнозам все-таки готовность к тому, что рынок просядет, я оцениваю как процентов 30-35. При этом очень хочется верить, что все-таки сотрудников удастся сохранить. Это тот тренд, о котором все очень многие говорили, и говорим о том, что да, очень хочется сохранить сотрудников, очень хочется сохранить костяк компаний. Я, наверное, не сильно большой оптимист по жизни, но очень все-таки хочется верить, что те меры, которые были заявлены со стороны ассоциаций, и то, что мы были услышаны нашим правительством, все-таки хотя бы какие-то меры, хотя бы часть налоговых восслаблений, они дадут, они сработают и позволят действительно сохранить сотрудников и коллективы компаний. Спасибо, Дарья. Лена Ублева, ваше мнение, пожалуйста. Вы знаете, мне кажется о том, что я с Дашей соглашусь. Действительно, как я уже говорила ранее, мелкие компании, особенно которые делали, но не очень качественные предприятия, они не сохранят свою работоспособность. Но здесь, опять-таки же, все-таки работа над тем, чтобы сейчас использовать эту передышку, над тем, чтобы мы сделали, дополнили свои скиллы у персонала, поработали над контентом, и я считаю, что мероприятия в офлайне, они все-таки с сентября запустятся. Соответственно, как бы, я поддержу, наверное, Ойгина, я в этом смысле являюсь оптимистом, и меры, которые сейчас, в принципе, были названы даже вчера, они были названы Мишустином. К сожалению, вот понимаете, очень большой идет разрыв между тем, что говорится в новостях и тем, что выпускается в документах. Вчера же, в принципе, было озвучено о том, что выставочная отрасль, она попала в субсидирование, в том числе, наших сотрудников. Если этот факт действительно состоится, и мы получим документ, то это позволит нам сейчас сохранить наших работников, которые действительно являются нашим эксклюзивом, и сделать более качественные мероприятия. Поэтому я за то, что сказала Дарья, 30%, конечно, тех мероприятий, которые проводились, может быть, более низкого качества и более малыми силами, они, к сожалению, не сохранятся. Спасибо, Лена. Надеемся на восстановление даже у потерянных 30% Алексей Калачев. Если можно, резюме емко. Да, на самом деле, у меня более простая задача, чем у коллег, потому что я во многом согласен с и с Дарьей, и с Еленой. Не знаю, здесь делать прогнозы 30%, не 30%, не 30%, 40%, 50%. Я, если честно, не берусь, потому что это очень сложно в нынешней ситуации. но, наверное, тоже вернусь к тому, с чего я начинал свое выступление. Многое будет зависеть от тех мер поддержки со стороны государства, которые, если они будут направлены на компании, на поддержку компании, в первую очередь, на финансовую поддержку компании, то, конечно же, от этого будет зависеть и дальнейшее развитие в целом рынка, потому что достаточно много компаний в рынке заняты и смежных, то, о чем говорили другие коллеги, смежных, я имею в виду из смежных отраслей. Важно, конечно, сохранить компетенции, важно сохранить коллектив, и на это тоже должны быть направлены усилия работодателей. Меня слышно, да? Просто звонок параллельный. Звонок перебивает, извините, сейчас. просто день рождения сегодня, видите, а в день рождения очень много звонков параллельно. С этого надо было очень поздравляем всех. Ну, слушайте, все-таки цель у нас другая. И если говорить про, опять же, онлайн формат, в котором мы все сегодня и на ближайшее время, то мы принимаем поздравления, то мы, как и другие ассоциации, тоже на время сейчас уходим в онлайн формат, и наша задача сейчас с точки зрения поддержания уровня компетенции знаний, и самое главное, сейчас на повестке два актуальных направления, это правовая поддержка компаний и финансовая грамотность в сложившихся условиях. Поэтому мы, как и другие ассоциации, тоже будем запускать онлайн формат. Мы предварительно назвали его четверги с НКБ. Почему четверги? Потому что это тот день, где нет такого количества онлайн мероприятий, которые организуются другими ассоциациями. И мы попытаемся тоже со своей стороны поддержать компании за счет того, что будем приглашать специалистов и экспертов из тех областей, которые помогут им ответить на многие вопросы. Я считаю, что если в целом резюмировать вообще про будущее, я считаю, что правда нам придется не просто сложно, но мы преодолеем этот кризис и соглашусь со многими предыдущими спикерами, что оффлайн будет жить и оффлайн будет в дальнейшем развиваться. Без личных встреч и коммуникаций невозможно будет. Но это очевидно, это доказали действительно, как Ойгин уже сказал, многие предыдущие кризисы. Как-то так. Спасибо большое, Алексей. Сейчас к Александру Мальцеву хотел бы обратиться. Александр, ваша инициатива по созданию такого координационного совета, она действительно может иметь право на жизнь, но вот сейчас в том числе и в чате коллеги говорят, что мы попытались сегодняшним мероприятием объединить аудиторию, которая, наверное, даже интересы у нее несколько сильно разносторонние и полярные, поэтому мы вернемся к этому вопросу уже, наверное, с учетом всех сегодняшних участников экспертов. Ваше мнение на посткризисную, вернее, в настоящее время подготовку на посткризисный уже период. Какие бы вы могли дать советы для участников сегодняшнего круглого стола? Спасибо, Сергей. Действительно, то, что касается задач отрасли, представляется очень важным создания такого консолидирующего органа и надеюсь, что мы продолжим эту работу в самое ближайшее время вместе. Что касается на посткризисный или, как мы называем его, сентябрь, готовимся к сентябрю, как я уже показывал, еще раз позволю себе продемонстрировать этот слайд. Видно его, да? Пока нет. Ага, так, а вот так? Хорошо. Ну, как я уже говорил, мы ожидаем начала восстановления спроса в августе-сентябре и к этому моменту советы для майс-поставщиков российских, регионов России или, грубо говоря, ответ на вопрос «что делать?» он таков. Работать над базой. Работать над базой, потому что сейчас есть время осмыслить свои маркетинговые коммуникации, качество клиентской базы, не только имеющейся, но и перспективной, и расширять ее, пользуясь всеми доступными средствами вот ее расширения, соответственно, это и интернет и другие онлайн-возможности. Второе. Работать над продуктом. сейчас, пользуясь теми инструментами, которые предлагают уже и будут активно предлагать ассоциации, улучшать свой продукт. Это тоже есть на это время и нужно посвящать развитию это время. Разрабатывать на сентябрь, на после вируса спецпредложения и активно уже начинать их коммуникацию для того, чтобы к моменту планирования на стороне корпоративного заказчика эти спецпредложения уже становились каким-то скажем, известным инструментом для решения бизнес-задач клиентов. Пакетные решения. Почему? Мы прогнозируем тем не менее уменьшение объема заказов год к году примерно вот так же на 30% и такого рода пакетные решения помогут корпоративным заказчикам принимать решения о выборе того или иного направления, того или иного поставщика. Максимальная гибкость. Здесь что называется любой вопрос клиента это любой запрос клиента это повод для того, чтобы немедленно его удовлетворить и на него согласиться и прибавить еще что-нибудь для того, чтобы этот бизнес выиграть. И активные личные коммуникации с заказчиками до того момента, как пока это невозможно оффлайн онлайн, а потом и оффлайн на профильных отраслевых маркетинговых мероприятиях. Вот такие советы. Спасибо большое, Александр. Я бы хотел к нашим тоже экспертам обратиться. Андрей, Ирина, Екатерина, Дмитрий, есть ли что добавить или вы уже резюмировали свое выступление для того, чтобы нам уложиться в регламент? Коллеги, Андрей Толяник. Я здесь большое спасибо. Я скажу очень кратко. Самым тяжелым последствием, что я вижу сейчас после окончания этой ситуации, это демплинг. Я думаю, что для того, чтобы выжить в постпериод, многие начнут демплинговать очень сильно. И я усматриваю в этом очень большую проблему. Это первое. Второе. Я против формулировки о том, что что-то умерло. Я за то, чтобы мы по-другому формулировали, что мы сейчас находимся в стадии трансформации видения, я абсолютно согласен предыдущим коллегой, что мы сейчас должны пересмотреть свои тактики и технологии для того, чтобы двигаться дальше. И это очень важно, замечая, на мой взгляд, мы должны трансформироваться, как и весь мир. Спасибо большое. Спасибо большое. Ирина, одна минута, если можно, кратко. Ирина Михалькова, директор ассоциации бизнес-туризма. Коллеги, на самом деле буквально одно предложение, я не буду делать какое-то резюме сейчас, поскольку мы все переходим в режим очень активных онлайн-историй, давайте просто заведем хотя бы для ассоциаций общий Google-календарь, где будем фиксировать те вебинары, которые мы проводим, чтобы не получилось так, как сегодня, что три вебинара проходят в течение четырех часов. Вот мое предложение. Спасибо большое. Екатерина Каледа, Ассоциация корпоративных медиадиректоров. Екатерина, вы с нами? Что я хотела бы сказать? Я хотела бы сказать, что надо, конечно, максимально заниматься изучением ситуации и ее изменением. То, что я сказала, вот мониторить каждую неделю для того, чтобы понять, куда рынок движется и что происходит. Потому что иначе готовиться будет очень сложно. Если мы не знаем клиента, то не понимаем, куда, а он клиент тоже разный. Очень много сегментов и тоже, наверное, можно сделать, вот как по регионам сделали таблицу, также можно сделать и по отраслям, потому что все-таки какие-то хуже, какие-то лучше, да, и от этого тоже зависит спрос, там, и предложения. Потом вот эти вот пакетные или какие-либо предложения, там, и расцвет в сентябре, я не думаю, что это будет прям такой конкретный бум, потому что заказчики, ну, у них дело такое, что они очень долго, ну, там, думают, разрабатывают, решают, утверждают, и у них, наверное, будет сложное принятие решения, с чего начать, да, поэтому здесь вот, если с ними вместе не двигаться, то будет и непонятно, куда эти предложения строить, с чего именно они будут начинать и какими ресурсами будут обходиться в силу того, что они тоже потеряют в финансах. По поводу демпинга, я могу сказать, у нас был такой опыт, когда мы в комитете АКМРовском по event management мы туда договорились рядом с event agents, каким образом мы будем работать с клиентами и вместе с клиентами же договорились и разработали ряд документов. Так вот, те агентства, которые тогда там были в комитете, они этим воспользовались и в течение года преуспели, в общем, в коммуникациях с клиентами, потому что те вынуждены были идти, в частности, там, убрали пост оплаты и так далее, там, ну, были, как бы, для этого разные там фишки, которые были обсуждены вместе с клиентами и была пресс-конференция и прочее. То есть если выработать какие-то правила игры и стандарты и держаться консолидированно всеми ассоциациями и об этом объявить, то ни заказчики, ни агентства ведущие, которые подпишут, потому что у нас прямо было право, ну, как бы, прям, мы получали письмо от директора агентства, кто говорил, что мы подтверждаем такие договоренности, мы это все вывешивали на сайт, правда, поскольку там члены комитета, я за них не могла работать, они как-то ушли от этой темы, потому что сами они стали резко развиваться, вот, нужно это, конечно, держать, хотя бы там ведущие какие-то структуры должны это поддерживать, да, тогда устойчиво будут правила игры, они будут устойчивы, потому что, конечно, будут некие распроды и шатания сразу же после даты X, да, куда там, кто будет двигаться, представляете, крупные корпорации, там, очень много структур, да, для принятия решения, да, пока они все обменяются мнениями, тоже, ресерчат рынок, то есть, если мы это сможем для них сделать, это будет хорошо, им всячески помочь, но оперативнее принимать решения. Екатерина, спасибо большое, я думаю, что Ойган, Дмитрий на меня не обидятся, если это понятно, я выразила, то у меня все. Да, спасибо, Екатерина, Ойган, Дмитрий на меня не обидятся, они резюмировали, по-моему, свое выступление уже тоже емко, я бы хотел сейчас уже в завершении нашей трансляции, нашего круглого стола всех поблагодарить, поблагодарить участников, поблагодарить уважаемых экспертов, я напоминаю, что сегодняшний круглый стол ивент в огне был организован совместно Евразийским ВН-форумом при поддержке компаний Eventishers и компаний TimePad. Я всех благодарю и мы ждем вас снова на наших следующих мероприятиях по обсуждению ситуации. Спасибо большое всем, коллеги. Спасибо, Охим. Спасибо. Алексей Калачев, днем рождения. Днем рождения. Спасибо большое. Здоровья тебе. Спасибо. Ждем, что 1 мая будет праздник труда у всех. До свидания. 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 До свидания.